МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жилье мое». Еженедельно мы решаем актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства Ярославля и области в студии Юлия Царева. Остались без управляющей компании. Несколько десятков домов Ярославля остались без услуг управляющей компании. Обычно конкурирующие фирмы борются за дома и считают каждый из новоприобретенных лакомым куском. Здесь же все наоборот. Теперь собственники, оказавшиеся в непростой ситуации, интересуются законностью действий компаний и одновременно ищут для дома новых управленцев. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. 40 малоэтажных домов в Кировском и Ленинском районах Ярославля могут остаться без коммунальных услуг. Неприятным сюрпризом для некоторых ярославцев стало известие, что с Нового года их дома перестали обслуживаться управляющими компаниями. Вопрос этот назрел еще в октябре прошлого года. Именно тогда собственники получили уведомление, что коммунальщики с 1 января 2014-го не будут их обслуживать. В Кировском районе с такой проблемой столкнулись жители 28 домов. Администрация района пытается найти решение этого непростого вопроса. Оставить дома в зимний период без управления по меньшей мере абсурдно. С руководством управляющей компании проведен ряд встреч в поисках компромисса. Сложные дома в смысле организации их управления, это 10 домов мы определили, попросили управляющих компаний все-таки на 2014 год оставить их в управлении. Поскольку в силу социальной статуса этих домов, тех собственников, которые там живут, они сами не в состоянии определить дальнейшую судьбу своего дома. Оставшиеся 18 домов мы предложили управляющей компании на отопительный период 2014 года тоже оставить в управление или хотя бы сохранить договорные отношения в смысле ликвидации возможных аварийных ситуаций в период отопительного сезона. Содержать такие дома экономически невыгодно, уверяют управдомы. Логика проста. Дома старинные, оно и понятно, центр города, некоторые из них были построены еще в 19-м столетии. Квартир, а соответственно и жителей, очень мало. Собираемость средств небольшая. Этих денег не хватает на содержание, уверяет директор управляющей компании Кировского района. Управляющая компания со всех сторон смотрит и считает, что мы все равно должны управлять этим домом и идти дальше, неся определенные убытки. За счет чего? Где нам взять на содержание дома, кредства? А вот жильцы таких домов в центре города говорят об обратном. Этому дому на улице Трефолева более 150 лет. Он в буквальном смысле разваливается. Ветхие трубы протекают. Вода с третьего этажа течет на первый и здесь превращается в лед. Поэтому в последние две недели вход в подъезд представляет собой каток. По словам самих жильцов, все последние годы они самостоятельно, как могли, поддерживали свой дом. Коммунальщики только поставили столбы посреди кухни, чтобы не рухнул потолок. Текло все обваливалось, проваливалось. И чтобы нас совсем не придавило, решили вот умные люди. Умные люди поставили подпорки. И на это все дело закончилось. Коммунальные услуги людям будут поступать в полном объеме. На случай аварии решение тоже найдено. Но затягивать с решением этого вопроса нельзя. Теперь собственникам предстоит выбрать другую компанию, которая согласится взять такие дома на обслуживание. Рынок этот в Ярославле достаточно широк. Но удастся ли найти компании, готовые содержать такие дома, это остается большим вопросом.